Доброго времени суток! Меня зовут Максим, я являюсь сертифицированным экспертом Zendesk в компании CloudFresh. И сегодня мы поговорим о массовых обновлениях и также об их обновлении. Для чего это нужно? В целом это нужно для того, чтобы более удобно управлять большими данными тикетов, если есть определенного рода сходства, одна и та же проблема, чтобы не мануально в каждом тикете отписывать или изменять каждый тикет, а для того, чтобы балком это все делали. Как применять массовые изменения. К примеру, у нас есть твит и нам нужно дать на него какой-то определенный ответ на все тикеты, которые находятся в этом видео. Для этого мы можем выделить конкретно несколько тикетов, или же воспользоваться обкладочкой и отметить все тикеты. Для этого мы нажимаем редактировать тикеты. И здесь мы переходим в панель массового редактирования. Здесь мы можем изменить абсолютно все. Как видите, у нас используются абсолютно все поля, все изменения. Здесь также нужно учитывать, то есть здесь нету никаких ограничений для изменений. Здесь вы можете выбрать опять же любую форму сразу, задать другой любой бренд, добавить какого-то рода тег или, допустим, у нас есть поле домен. Давайте здесь его найдем. Для того, чтобы продемонстрировать, что у нас будут массовые изменения. Давайте здесь идем, допустим, какой-то домен. Мы применили определенного рода правило. Давайте выберем релевантную форму. И можем даже изменить название Demo for Test. Далее мы можем отправить в определенном статусе тикета. Для этого нам нужно выбрать стрелочку вниз и, к примеру, прайков по ожиданию. То есть, таким образом, как видите, тема везде поменялась, везде добавился домен. Также, что доступно, вы можете давать, опять же, открытый комментарий, вы можете давать внутренний. Все эти действия, которые доступны мануально в каждом тикете, вы можете применять. Естественно, вы также можете применять определенного рода макросы. Как мы помним, макросы – это уже какие-то готовые действия с заполнением определенных полей, с добавлением какого-то комментария и так далее. Далее мы поговорим о том, как же объединять эти тикеты. К примеру, у нас, как видите, есть два тикета. От разных инициаторов у нас схожая тема и нам нужно их объединить. Для этого нам нужно перейти в какой-то из тикетов, вверху нажать на три точки и объединить с другим тикетом. Автоматически система будет предлагать какие-то варианты, но вы можете по номеру тикета сделать поиск и, собственно говоря, вы увидите, что два данных тикета объединяются. Система предупреждает нас о том, что мы намереваемся сделать и, как видите, что будет сделано. Этот тикет будет закрыт со следующим комментарием. То есть тот тикет, в котором мы находимся, он будет закрыт. А тикет, в котором мы будем переносить эту всю информацию, он будет открыт. Можем выбрать опять же, какой комментарий будет добавляться при закрытии. Опять же, комментарий виден как инициатору запроса, так и получательном копии. Вы можете не использовать эту функцию. И так же сам подтвердить и объединить. Как видите, этот запрос, в котором мы были, он закрылся автоматически. Там выдалось внутреннее примечание, которое мы прописали. И что произошло в нашем тикете, в котором мы объединяли. Как видим, у нас есть внутреннее примечание о том, что говорится, что тикет был объединен. У нас есть ссылка непосредственно на сам этот тикет. То есть мы можем его открыть, просмотреть какую-то информацию, да, убедиться в том, что действительно нужно было объединение. Также добавлю, что разъединения нету, то есть поддерживается только объединение. Если же вы случайно закрыли или объединили тикет, то, к сожалению, исправить этой возможности нету. В целом это все. Всем спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.